это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседим добрый вечер 7 мая исполняется ровно 105 лет со дня рождения поэта фронтовика бориса абрамовича слуцкого на мой взгляд одного из важнейших поэтов своего поколения и вместе с тем поэта крайне недооцененного и непрочтенного человека честь судьбе отразились судьбы целого поколения фронтовых поэтов александра межерова давида самойлова александра твардовского и прочих прочих конечно я сказал твардовский исходу вспоминаем строки его знаменитого стихотворения все помнят да я убит под ржевом безыменном болоте в 5 роте на левом при жестоком налете я не слышал разрыва я не видел той вспышки точно в пропасть с обрыва и не дна не покрышки далее 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 замечательные стихи перечитайте каждый из этих поэтов свой мир и своя поэзия своя лирика однако все вместе они складываются в одно целое это по-своему очень гармонично и очень удивительно поразительно даже вот знаете есть лейтенантская проза я часто вспоминаю и говоря о войне проза курочкина быкова бондарева бакланова некрасова воробьева и так далее а есть та самая фронтовая лирика вот пожалуй лучше всего ее феномен написал наш русский мыслитель литературный критик вадим кожунов его слова поразительны по своей глубине вот они эти стихи написаны не о войне эти стихи написаны войной очень точные слова вот знаете накануне дня победы нашей гражданской пасхи важно и нужно вспомнить фронтовую поэзию поэзию сохранившую для нас правда вот я разбираю в том числе на примере бориса слуцкого родился он в городе славянске славянск по-разному называют город этот последние 10 лет вновь на слуху ведь именно там началось сопротивление в донбассе это конечно тоже по-своему символ далее был харьков а затем и москва где слуцкий посещал литературный кружок при московском институте философии и истории вот именно там он познакомился к чему я и вспомнил там он познакомился и с павлом коганом и с давидом самойловым с последним его связывают очень тесные отношения они соратники и в чем-то соперники в общем очень сложные интересные отношения слова они умерли то в один день тоже кстати символичны умерли они ушли жизни 23 февраля но с разницей четыре года слуцкий в 1986 году в туле а самуэлов в 1990 году в таллине если не ошибаюсь вот что любопытно для нас крымчан первым первым литературным наставником для слуцкого и самойлова стал наш симферополец сельвинский и да как я уже сказал и слуцкий и самойлов прошли войну слуцкий рядовым после политработником и вот о великой отечественной у него есть такие записки о войне это такая сухая очень выверенная точная лаконичная документалистика ценил и оренбург и она распространялась в сам издатель однако конечно прославится слуцкий прежде всего своей поэзии стихов он написал много я бы даже сказал очень много вероятно это один из самых плодовитых поэтов второй половины двадцатого века большая часть стихотворений слуцкого так или иначе связано с темой войны однако это знаете не выпячивание и ужасов не описание там оторванных конечностей там простреленных черепных коробок нет слуцкий как его соратники коллеги сосредотачивается на человеке ну вот например замечательные строчки бориса абрамовича это я господи господи это я слева мои товарищи справа мои друзья а а посередке господи я самолично я неужели господи не признаешь меня и далее 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 замечательные строчки стихотворение называется анализ фотографии вот слову также не выпячивает ужасы войны также поступает и юрий бондаре в своей прозе знаете не пытается что называется сгущать краски нет самые жуткие самые смелые вещи писатель вкладывает 200 героев вот и слуцкий в первую очередь исследуют то как поступает человек в экстремальных условиях то как меняется человек на войне от того поэзия слуцкого столь актуальна сегодня когда сдвигаются тектонические плиты истории ну а те люди те поэты ведь тоже жили во времена бесконечных еще больших перемен я сейчас конечно говорю не только о войне но я как бы мирной жизни ведь смотрите 30-е годы до большая чистка потом война потом вторая половина сороковых начала пятидесятых это задача дать результат дать колоссальный результат ведь смотрите между победой великой отечественной войне и запуском человека в космос всего всего 16 лет представляете сколько усилий было к этому приложено вот слуцкий блестяще показывал именно это столкновение столкновение человеческого и коллективного кто кого и кто кого для чего почему для победы нужно утратить жизнь буквально или образно да почему очень часто погибают лучше опять же этот вопрос и актуален и сегодня когда наши лучшие ребята уходят туда в зону свого вот литературный критик лев фанинский очень точно написала борисе слуцком я сейчас процитирую эти строки соединивший в своем характере легендарную жестковыйность библейских прачуров которых ни во что не ставил и крутую последовательность красных мечтателей которым с юности присягнул душой он получил от современников уникальное прозвище ребе комиссар это несколько ироничные конечно но очень точные слова потому что они применим это на самом деле вот в контексте мечты и целому поколению фронтовых поэтов которые прошли через войну да они видели все ужасы войны но они смогли сохранить и способность верить и прежде всего способность мечтать и при этом конечно они сохранили до создав свой поэтический язык но они сохранили верность классической русской поэтической традиции прежде всего пушкинской конечно но пушкин это всегда основа ведь новая фронтовая поэзия начинает формироваться еще до великой отечественной войны во время войны финской когда на фронт добровольцами уходят студенты студент элиты института михаил луконин николая от рада сергей наравчатов и вот к слову сергей наравчатов очень точно сказала поколение слуцкого и самойлова вот что он сказал у этого поколения отсутствовал один единственный гений все поколение должно было осуществить дело гения действительно они осуществили это дело коллективного гения и голос этот прозвучал и в стихах и во фронтовой песни вот опять же последний нужно сказать отдельно фронтовой песни и и роли ее значение который очень часто недооценивается роли значение той самой великой нашей победе опять же тут я процитирую вадима кожаного он приводит слова германского словиста эберхарда дикмана вот какие слова в германии во время войны не звучало ни одной связанной с войной лирической песни до имелись только боевые марши и бытовые песни никак не соотнесенные с войной то есть понимаете да то есть у немцев не было таких песен а у нас русских в то время были лирические песни о войне и в них действительно в них крылась величайшая сила они звучали как победные сводки они вели за собой они вдохновляли ведь смотрите фронтовая песня как я уже сказал да ее роль великой победе почему-то недооценена до сих пор а в чем эта роль а роль это конечно же как я уже сказал воодушевление но это не главное есть во фронтовой песни и правительский элемент но самое главное смотрите это начало сороковых годов то есть самое начало великой отечественной войны когда немцы давят немцы наступают и вот именно фронтовая песня как бы разряжает это безумие она наделяет происходящее смыслами теми смыслами которые еще не успели выработать там в начальственных кабинетах и в том числе фронтовая песня конечно не одна только она ну как составляющая этого колоссального успеха этой колоссальной победы она разворачивает фронт в другую сторону именно поэта сформулировали то подчеркиваю то что еще не успели проговорить в начальственных кабинетах то есть фронтовая поэзия фронтовая песня она явила то самое народное самосознание поэтому те песни как и те фильмы обладают до сих пор обладают подчеркиваю столь колоссальной силой им веришь потому что они настоящие и они он настоящий и ведь смотрите даже сейчас эти песни эти стихи они звучат по-особенному они как бы вы кристаллизовываются почему потому что поколение за поколением отбирают лучшее самое ценное самое правильное самое глубинное если угодно и действительно та поэзия она говорила о главном она говорила о вопросе жизни и смерти а вопросе рожденным из самих основ русского бытия вот почему фронтовая поэзия фронтовая песня они вечны потому что они утверждают победу жизни над смертью как в рассказе платонова об одном один рассказ о сражении под севастополем кажется так он называется там есть такие слова о том как простой воин умирая получает бессмертие ну перечитайте этот рассказ замечательный на мой взгляд вот даже сейчас спустя столько десятилетий а может быть и даже так я поправлю себя в первую очередь сейчас когда нам нужны силы нужны направляющие слова для новой победы уже в новом времени мы вспоминаем с одной стороны мы вспоминаем те фронтовые песни эту фронтовую поэзию и в то же время ждем когда родится свое новое русское слово и закончу я эту программу стихотворение мои товарищи бориса слуцкого ко дню рождения которого к юбилея я приурочил эту программу и слова тоже о победы жизни над смертью в том числе через тихи сгорели в танках мои товарищи до пепла до золы до тла трава пол мира покрывающая из них конечно произросла мои товарищи на минах подорвались взлетели ввысь и много звезд далеких мирных из них моих друзей зажглись они сияют словно праздники показывают их в кино и однокурсники и одноклассники стихами стали уж давно борис слуцкий мои товарищи друзья это была программа игра в классике меня зовут платон беседим берегите себя своих близких свой мир свою страну и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам мира любви и терпения всех с великим праздником 9 мая